Утро на Болткоме Продолжаем Утро на Болткоме. Еще раз напомню, Олег Пек, Александр Шунин и Маргарита Трояновская сегодня проводят с вами это утро. И молодежную тему мы продолжаем мотивационной программой МОД. Но это не о тех, кто проматывает деньги, а о тех, кто наоборот соблюдает главные ценности жизни. И об этом мы поговорим с тренером молодежной мотивационной программы МОД. Юрий Токиш с нами на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Еще пару водных слов. Что это за программа? Международная такая программа. В Латвии в ней участвуют 7,5 тысяч юношей и девушек из 40 школ. Программа направлена на превенцию моббинга, смеяние, насилие, употребление веществ различных, преступности и проблем ментального характера. Ну, то, что, кстати, очень сейчас, как говорят, актуально, поскольку каждый третий школьник подвергался моббингу, утверждает данные статистики. Я не знаю, правда это или нет. И писал портал MixNews. Творичное наблюдение, Маргарита. Не знаю, возможно, это немного преувеличено, на мой взгляд. Но, с другой стороны, не всегда моббинг виден. То есть, другим детям, другим подросткам может казаться, что с человеком все в порядке, но на самом деле кто-то его дотравит. Он может это скрывать, он может это не показывать. Это может как-то все очень завуалированно происходить. То есть, он травит его не публично, а, скажем, как-то прямо скрытно. Да, возможно, но это так. В личных сообщениях, да? Какой-то дискомфорт он испытывает, какие-то у него проблемы все-таки есть. Он там из-за этого, не знаю, грустит, плачет, ему плохо. Он там впадает, скажем, в депрессию условно. Но остальные могут это даже не замечать. Возможно, поэтому такая статистика, что каждый из трех подростков у нас подвергался этому. Ну, условно ведь это и раньше так было, что, например, идет парень, его толкнули. То есть, скрытно, чтобы не видел учитель. Может быть, там его не видят и другие. Вот его пнули, толкнули так, чтобы ему было больно, а внешне как бы это... То есть, я так себе представляю проблемы две, если мы касаемся конкретно моббинга. То есть, чтобы меньше пихали кого-то, а другой научиться правильно реагировать, если тебя за что-то пихают. Тут, по-моему, самое время дать слово Юрию Тукишу, тренеру молодежной мотивационной программы МОД, которая в том числе учит бороться с такими проявлениями, ну, прямо скажем, бытового насилия. Юрий, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, да, насколько актуальна эта проблема и что происходит в рамках вашей программы? Ну, я являюсь тренером МОД 4 года и работаю с несколькими классами одновременно. Это очень интересно. И, естественно, проблема моббинга, она достаточно актуальна. И мы это видим по нашим этим занятиям. Но мы учим детей трём главным вещам. Это смелости жить, смелости сказать вовремя нет и смелости заботиться о людях вокруг тебя. И когда мы начинаем занятия, мы всегда напоминаем об этих трёх вещах. И, конечно, эти вещи важны не только для детей, но и для взрослых. Ну и, да, эти занятия построены на том, чтобы людям объяснить в этом возрасте через игры, через какие-то такие дискуссии о том, насколько это важно и насколько это помогает. И в течение этих трёх лет с каждым классом, который мы проходим, мы видим, как меняются дети, как они становятся более открытые. Возможно, это не происходит сразу, но это заметно. И, ну, кажется, это очень важно. И, по крайней мере, отзывы самих детей после окончания этих программ тоже показывают то, что им это помогало в жизни. И они, ну, видят в этом какой-то смысл. Вот сразу пришёл вопрос от нашего слушателя. Бывают случаи, он даже утверждает, они спрашивают, что сами учителя и директора, ну, троллят учеников, ну, то есть, ну, пихают, ну, я понимаю, что имеется в виду, вот, травят учеников. Есть ли вот на таком уровне проблемы? То есть, мы всё время говорим о том, что подростки между собой не могут что-то поделить. А может ли быть, если вдруг проблема выходит на более высокий уровень? А, кстати, и сразу я проиллюстрирую эту проблему. Буквально прошлой неделе я читал новость из одного российского городка, где учительница вызвала кого-то к доске, условно, Петечку, а у Петечки не оказалось с собой дневника, и она ему оценку написала на лбу. Ну, или просто вот учитель, да, вот как-то издевается, ну, перед классом, то есть, он выбирает какое-то вот слабое звено в классе и начинает методично над учеником, ах, ты опять там, а голову ты не забыл, ну, конечно, как же там, Петров там. Да, что-то у нас со звуком случилось, к сожалению. Эх, самое интересное, это мы и пропускаем. Маргарита, тебе слово. Как нынче в школах-то издеваются друг на другом, а учителя издеваются, а над учителями издеваются? Особой возможности нет, всё-таки, потому что все дистанционно, там уже речь не об издёвках, а о том, чтобы хоть как-то пообщаться с кем-то, что тоже не всегда удаётся. В зуме? То есть, это не работает? Ну, это сложно, это всё очень в чётких рамках урока, ты сидишь, просто слушаешь, что учитель говорит, хорошо, если успеваешь задать там какие-то вопросы, всё очень так структурировано. Потом уже можно, конечно, написать сообщение, что-то непонятное спросить, консультацию, но это не школа, когда это личное общение, нету ни перемен, ни каких-то отвлечённых таких бесед на самом уроке, так что сейчас у меня ощущение, что вот эта проблема именно снизилась. Именно из-за того, что... Да, я хотел прокомментировать по поводу того, что там учителя иногда некорректны сами, и директора некорректны, все люди, и всегда бывает, что люди ведут себя не так, как хотелось бы и как нужно было. Ну, как раз эта программа и учит детей быть смелыми, смелым заботиться о окружающих, если они видят, что кого-то обижают, и это неважно, обижают ли взрослые или дети, что они умеют заступиться за того, кого обижают, и умеют эту проблему не... Замечать её, скажем так, и если она существует, то о ней говорить, сказать взрослым, сказать людям вокруг, и это важно, что люди умеют сказать смело о том, что что-то происходит не так, как должно. Юрий, а вот такой вопрос. Если, например, я представляю себя в роли какого-то подростка, которого обижают или одноклассники, или учителя, достаточно стыдно в этом признаться, ну, хорошо, я пришёл, сказал маме, папе, ну, я же не надеюсь, что мама, папа придут в школу, всем наваляют и решат мою проблему, то же самое касаемо учителей. Как, в принципе, это работает, как должно работать? Какое-то упражнение конкретное вы можете рассказать, чему вы конкретно учите, каким реакциям детей? Ну, там нельзя сказать, что ты пришёл, прослушал какой-то один маленький урок, и на следующий день ты можешь прийти и побороть все эти случаи, которые каждый день с тобой происходят. Но это часть всего общества, и мы выучим класс, как маленькая ячейка общества, помогать тем, кто нуждается в помощи, это самое главное, да, то есть самое важное дать ещё тому человеку, который столкнулся с такими проблемами, какую-то поддержку. И наша вот программа, она больше за то, чтобы люди замечали вокруг тех, кто нуждается в помощи, да, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в каком-то одобрительном слове, чтобы люди их не отталкивали, а больше вовлекали. Вот-вот-вот-вот, в чём эта поддержка должна и может выражаться? Ну, так, ой, опять отключился, ну, на самом интересном месте. Нет, вроде всегда. Честно, вот, интересно же, ну, достаточно подойти друг другу, попробовать по плечу, сказать, да, чувак, не обращай внимания, или там, милая, дорогая. Нет, ну, ведь мне кажется, что проблемы во многом вот возникают из-за чего? Из-за того, что человек может, ну, парень, девушка, быть одет не так, ну, то есть разница в дресс-коде, разница в каких-то культурных уровнях, могут ненавидеть кого-то, ну, не знаю, Зубрилу-отличника, или парня, который, ну, вот, скажем, ну, окажется всем, что он со странностями, но он просто вот, ну, как бы, ну, не такой, как все, то есть он со странностями, но он не подписывается в тусовку. Ну, мне кажется, что здесь больше речь не о том, чтобы акцентировать внимание взрослых, там, родителей на этом, а чтобы именно как-то самому это встречать, самому с этим бороться, и именно внутренний какой-то блок выставить. Юрий, так мы потеряли вас снова на моем вопросе, вот какие конкретные действия? Вы говорите при ободрении, как оно должно правильно выражаться? Ну, я говорю, что это куча всяких занятий, где мы акцентируем внимание, это всякие, я не знаю, банальные сказки, которые рассказываются детям на современном языке, и ты видишь, как они понимают все эти ситуации, которые происходят в каждой жизни в их классе, да, и мы их обслуждаем, мы акцентируем на это внимание, и суть, это очень много разных занятий о том, как важны поддержки, всякие, это все происходит в игровой форме, и дискуссии, и как это работает, ну, там куча разных занятий, самое такое простое, как ободряющее слово, помогает человеку каждый день справиться с какими-то хорошими, ну, справиться с плохими вещами. Очень простая такая игра, на спине каждого участника вешается тарелка бумажная, да, например, и на ней пишутся пожелания, хороший, какой человек хороший, что в нем отличное, почему он хороший, и всегда про каждого человека возможно найти что-то хорошее, и вот когда каждый человек, даже который, может быть, считается самым плохим в классе, которого всегда постоянно... О, опять сорвалось, но у меня, например, вопрос был все-таки, что делать, если, например, вот разница в доходах, ну, например, в классе вот ученики одевают, ну, хорошо одевают, ну, то есть обеспеченные семьи, и вдруг попадает туда, ну, вот подросток из бедной семьи, который сразу, ну, чувствуется, что он не стильно одет, что он донашивает, может быть, вещи за старшими братьями, и это может стать, например, вот предметом издевательства, ну, здесь просто вот похлопать по плечу, ну, вот я не знаю, что делать, чтобы он не чувствовал себя униженным, что он... О-о-о, я слышу, Юрий продирается. Да, я, может быть, отключу видео, потому что мы... Да-да-да, давайте, как будет, прочее. Перебой со связью. Я просто хотел закончить, и что когда каждого ребенка, который даже, которого троллят, но в течение этой игры получает на своей тарелочке кучу всяких комплиментов, почему он классный парень или классная девушка, настолько это видно, как у людей вырастают крылья, да? Это простой элементарный такой пример, но он показывает, как людям важно получить какую-то поддержку. И люди, которые вынуждены с этими придумать для каждого человека какой-то комплимент, они тоже начинают думать, что этот человек может быть не такой плохой, как вначале казалось, да? И он замечает в этом, ну, каком-то подростке, в своем однокласснике что-то хорошее. И этот вот заметил что-то хорошее в нем, написал, что у этого человека есть что-то хорошее, и в конце тот человек снял эту тарелку и прочитал про себя, что он все-таки замечательный и хороший, и это подрит. У нас был звонок, ну ладно. Ну, я тогда вопрос задам, вот мне интересно, как именно вообще эта программа проходит? То есть эти занятия какие-то, тренинги, лекции, это в каком формате вообще осуществляется? То есть это какие-то игры там полуспортивные или это, скажем, лекция по психологии? Это у одного класса разные преподаватели, там психологи, возможно, какие-то специалисты социальной сферы, педагоги? Как именно это конкретно осуществляется? Как это выглядит? В условиях удаленки. Да, тем более. В условиях удаленки сейчас программа немножко адаптируется для этого. Естественно, эта вся программа была для очных общений, и они приходили в классе без парт, и там не нужно было никаких спортивных соревнований устраивать. Это были дискуссии, это были рассказы каких-то практических вещей, историй, сказок, и потом игры, которые, ну, потом акцентируют внимание на то, о чем мы сейчас разговаривали. Там есть определенные игры, которые помогают детям понять, о чем вообще разговор. А скажите, если вот, например, физическая там, условно говоря, какой-то конфликт, вот ребенка травят, ну, вот просто бьют. Я прекрасно помню фильм «Приключения Буратино», где черепаха Тортилы давала такой совет, драться надо, так дерись. Вот в вашей концепции дать сдачи предусматривает ваша концепция, или все-таки это нужно, значит, подставить вторую щеку, там, ждать, когда тебя кто-то похлопает по плечу. На тарелке что-то напишут. Опять, наша концепция о том, что мы должны, конечно же, исключить насилие. И когда происходит насилие, чаще всего есть зрители этого насилия. И мы стараемся акцентировать внимание, что нужно замечать плохое и не давать этому плохому развиваться. И, естественно, дать сдачи, ну, в какой-то момент кому-то это, может быть, и поможет, но обычно это еще больше усилит конфликт. А мы против конфликта, мы хотим, чтобы люди вокруг замечали, что что-то происходит не так и вмешивались. Я на такую техническую больше, наверное, тему вам вопрос сейчас задам. Вот у вас сейчас в этой программе принимают участие 7,5 тысяч учеников из 40 школ. Как они вообще отбираются? То есть это как можно подать заявку какую-то школе, классу? Или может там один подросток, ребенок сам индивидуально попытаться с вами заниматься? Или это как-то вот вы сами выбираете, администрация связывается? Как это происходит? Ну, это лучше расскажут, наверное, сами организаторы и координаторы этого движения. Но вначале это были выбраны определенные школы, которые рискнули в этом участвовать, потому что это было что-то новое, и не все сразу были готовы открыть двери школы для чего-то нового. И это концепт, что если участвует, то участвует сразу вся школа и весь поток. Если там начинается программа с 7 класса и продолжается до 9, если начинается эта программа, то она начинается во всей школе для всего потока и потом продолжается для 8 класса, соответственно, проходит с 7 класса, и дети 7 класса тоже присоединяются и так далее. Поскольку сейчас у нас все происходит на таком волонтере, и все связано с людьми, потому что главные тренеры, которые этим всем занимаются, это просто люди, которые в своей последней жизни просто где-то работают и занимаются своими делами, но находят время для того, чтобы провести его с детьми и помочь им разобраться в каких-то сложных ситуациях. И сейчас, насколько мне известно, школ, которые хотели бы присоединиться к этой программе, значительно больше, чем свободных тренеров, готовых для школы в свое время уделить. А вот тренеров набирают из числа каких-то специалистов, психологов или педагогов, или это просто волонтерская работа, в которой может каждый принять участие, или какие-то нужно пройти сначала подготовку, курсы? Это происходит так. Во-первых, человек сам должен хотеть, он должен чувствовать, что у него получается, что он может с детьми общаться, что у него есть контакт с детьми. Если он чувствует, то он может прийти в организацию МОД и сказать, «Я готов, я хочу». Для таких людей происходит специальное обучение, и во время этого обучения также проверяется, насколько человек адекватно думает, что он может, или он просто самому кажется, что он может. И после этого происходит занятие, собеседование, и если кандидат убеждает, что он готов и может, тогда ему дается такой шанс, и он работает. Естественно, тренера могут меняться в течение этих мероприятий, потому что всякое в жизни случается, но это программа, которая описана для каждого, есть определенные там 12 занятий, и каждое занятие достаточно точно описано, что нужно рассказать, что нужно сделать, ну а дальше там, насколько сам тренер готов подготовиться и дальше заниматься этим. Тренер молодежной мотивационной программы МОД Юрий Токиш с нами был на прямой связи. Спасибо огромное. У нас, к сожалению, время закончилось. Закончилось и утро на Болткоме, но впереди ожидает на Болткоме много интересных программ. И много интересных новостей на портале MixNews. Да, заходите обязательно. Маргарита Трояновская, Олег Пек, Александр Шунин сегодня проводили с вами утро на Болткоме. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова